Привет! Это серия коротких видео о том, как провести турнир на goodgame.ru Для начала перейдите в раздел всех турниров из главного меню сайта Чтобы создать турнир, достаточно нажать на кнопку «Создать турнир» На странице создания турнира вам нужно заполнить название турнира Загрузить постер, обрезать его по необходимости Указать игру. Если вашей игры вдруг нет в списке, то можно просто выбрать другое Далее назначите дату и время начала турнира И максимальное число участников Укажите количество призовых мест и обратите внимание, что если выбрано три и более призовых мест То появляется опция «Матч за третье место», которую вы можете отключить по желанию На этом все. Можно создать турнир и продолжить На этой странице надо подготовить описание турнира Обычно здесь необходимо написать правила и другую полезную информацию для участников К описанию турнира можно вернуться позже Все. Ваш турнир создан И чтобы пригласить в него участников и открыть регистрацию, достаточно его опубликовать Теперь любой желающий может принять участие в вашем турнире, нажав на кнопку «Принять участие» Уникальной особенностью турниров на Goodgame является то, что все они автоматизированы Организатору и судьям не нужно вручную вести турнир Рисовать сетку, продвигать участников Это делают сами участники через карточку игрока Все начинается с кнопки «Принять участие» Если ее нажать, сверху появится карточка игрока Сначала там будут сообщения о том, что необходимо зарегистрироваться и войти на сайт Указать ник в игре Таким образом, выполните все требуемые действия перед началом турнира Далее будет появляться информация о противнике, результаты матчей и многое другое За час до начала турнира каждый игрок должен прийти и подтвердить свое участие в турнире Это необходимо, чтобы только те, кто реально хочет играть, попали в сетку Игроки, которые заявили участие, но не смогли прийти на турнир, в сетку не попадают Работа с сеткой Турнирная сетка заполняется автоматически в зависимости от выбранного вами посева Пока игры в сетке не начались, возле каждого этапа нужно настроить количество игр в матче От минимального BO1 до максимального BO13 Заполненная сетка выглядит следующим образом Для вашего удобства у нее есть различные настройки отображения Чтобы сетка стала компактной, можно скрыть несколько этапов Чтобы отобразить все этапы, нужно нажать на кнопку навигации В сетке организатор имеет доступ к карточке игрока и карточке матча Где он может видеть, кто с кем играет, ники в игре и чат между этими участниками Организатор или судья могут писать в этом чате Чтобы вручную изменить результаты матча Например, если один из игроков отсутствует или произошел конфликт То при наведении на ячейку матча, нужно нажать на кнопку редактировать матч И здесь ввести результаты, которые необходимы Сохранятся они мгновенно Победитель продвигается далее по сетке Кроме участников, которые сами добавляются на турнир и сами подтверждают свое участие Организатор или судья может добавить участников вручную Как это делается? Нужно перейти во вкладку «Участники» на странице турнира Там мы видим следующее Во-первых, количество подтвердивших участие Пока турнир не начался, этот список всегда пустой Далее идет список тех, кто подал заявку на турнире самостоятельно И, наконец, черный список игроков Тех, кому судья запретил участие в турнире Но первым делом стоит добавить судью Судьи помогают организатору проводить турнир Они обладают особыми правами на странице турнира Например, выставление и отмена результатов Добавление игроков и прочее То есть судья фактически дублирует административные возможности организатора Когда вы добавляете участника вручную Он появляется сразу же в списке тех, кто подтвердил участие То есть ему не нужно будет проходить процедуру подтверждения за час до начала турнира Вы просто вписываете ник, кликаете, и он появляется в списке Схожим образом работает черный список Помните, что вы всегда можете удалить любого из участников Кликнув по его нику и выбрав пункт «Удалить участника» Какой тип турнира выбрать? Какой подойдет вам больше всего? На GoodGame можно проводить самые разные турниры От простых до сложных многоэтапных Есть три системы проведения Классический одноэтапный Групповой двухэтапный И сложный многоэтапный Отличие этих систем в том Что происходит после окончания выбранного этапа Например, в одноэтапном турнире после окончания матча Единственного этапа будет определен победитель И турнир закрывается В двухэтапном турнире сначала идет групповая стадия После чего определенные участники выходят из группы в плей-офф Где уже определяется победитель Ну и, наконец, сложный многоэтапный турнир Позволяет провести любой турнир или даже целую лигу Например, сначала проходят квалификационные матчи Затем идет групповая стадия И, наконец, плей-офф Подробнее об этом можно прочитать Наведя на знак вопроса рядом с названием типа турнира С одноэтапным турниром все очень просто Надо лишь выбрать тип сетки и настроить ее При выборе группового двухэтапного турнира Открывается более сложный интерфейс По умолчанию стоит группа Round Robin Вы можете сменить ее на любую другую систему проведения По вашему усмотрению Настройки у группы стандартные Можно добавить только название группы при необходимости Чтобы создать новую группу Нужно просто нажать «Добавить группу» Причем настройки группы копируются с предыдущей Поэтому сначала настройте первую А затем добавляйте нужное количество оставшихся групп В конце этого блока написано, сколько участников выходит из этой группы Вы можете подстроить это число при необходимости так, чтобы они совпадали Плей-офф Советуем вам для простоты выбирать сингл или дабл эллиминейшн Но вы можете выбрать любой другой тип группы или сетки по желанию У нас будет просто сингл со стандартными настройками Обратите внимание на то, что после того, как вы сохраните и опубликуете турнир Изменить завершенный или созданный этап, в котором есть участники, вы уже не сможете Поэтому заранее спланируйте то, как будет проходить ваш турнир Также особенностью группового и сложного многоэтапного турниров является то, что матчем можно играть отдельно в нужный вам день или час по необходимости Для них можно назначить даты и при этом игроки видят, когда им нужно играть Сложный многоэтапный турнир отличается только тем, что добавляется промежуточный этап Первый этап называется квалификационный, он может быть любого типа Следующий этап групповой со стандартными настройками И в конце добавляем плей-офф Мы не рекомендуем использовать сложный многоэтапный турнир, если у вас нет опыта организации турниров В большинстве случаев одноэтапный и двухэтапный тип покрывают почти полностью все необходимые потребности для организаторов Какой тип сетки выбрать для турнира? На GoodGamerU можно создать турнир с несколькими типами сетки Это Single Elimination, Double Elimination, Free For All, Round Robin и Swiss, она же швейцарская система Чем же они отличаются? Single Elimination это стандартная олимпийская система Сетка, при которой проигравший покидает турнир после поражения в матче При сетке Double Elimination он покидает турнир после поражения в двух матчах Особенностью этой сетки является то, что есть так называемая верхняя сетка и нижняя сетка В нижнюю сетку попадают игроки, которые проиграют хотя бы один раз в верхней сетке Free For All Тип сетки, при котором все игроки попадают в одну таблицу и играют одновременно Мы рекомендуем использовать ее для батл роялей или режима FFF в Старкрафте или Варкрафте Еще этот режим подходит для автобаттлеров, вроде Underlords или AutoChess Round Robin это групповой тип сетки, где вы формируете группу, указываете число участников И дальше лучшие из групп выходят в следующую стадию Финал или просто становятся победителями Швейцарская система это тоже разновидность группы, но более сложная Ее рекомендуем использовать в том случае, если у вас в группе большое число игроков Например, больше 16 Она позволит сыграть меньшее количество игр, то есть быстрее определить победителя Давайте пройдемся по настройкам У Single Elimination минимальное число настроек Это количество призовых мест Если вы выберете 3 и больше призовых мест, то появится опция матч за третье место Ставим галку матч за третье место, а вот здесь вы указываете, сколько в матче будет сыграно игр В данном случае будет вестись игра до двух побед В Double Elimination матча за третье место нет Здесь просто указываете максимальное число участников и количество призовых мест Обратите внимание, что количество призовых мест в Double Elimination ограничено 8 Настройки для Free For All более комплексные Здесь есть отдельная настройка для игр, например, батл роялей, где указывается число очков за килл Это можно отключить, и таким образом сетка становится обычной для игры, например, Warcraft VFA, Starcraft VFA или автобатлеров, Underlords или Auto Chess Чтобы указать, какие очки за какое место получаются, можно просто заполнить это поле Оно заполняется довольно просто Здесь вы указываете место, например, 1 И через двоеточие какое количество очков получит та команда или игрок, что займет это место Через точку с запятой указываются все места Если нужно указать диапазон мест, например, как здесь, с 15 по 16 Вы просто пишите число, тире, другое число Это диапазон мест Двоеточие, сколько очков принесет занятое место Все очки сразу же будет видно здесь Как видите, если мы сейчас попробуем увеличить число призовых мест, получающих 1 очко, с 15-16 до 20 Пишем в это поле, и значение тут же появляется в таблице Если мы хотим записать очки отдельно за 15-е место, то давайте напишем 1 очко и далее с 16 по 20, например, 4 очка Все данные мгновенно отображаются здесь Также указывается максимальное число участников и число призовых мест Есть отдельная настройка «Число раундов в группе» Число раундов в группе — это то, сколько раз данный состав участников будет играть до победы То есть они должны будут сыграть один раз, получить свои очки, после этого сыграть второй и еще раз Так, три раза, либо в зависимости от указанного числа Далее перейдем к настройкам для раунд-робин Здесь указывается максимальное число участников в группе Указать можно любое число, но напоминаем, что лучше не больше 8, в идеале от 4 до 6 Далее идут стандартные настройки Вы можете на ваше усмотрение, если есть такая необходимость, выставить очки за победу, за ничью и за поражение Сколько игр в каждом матче Можно указывать как четные, так и нечетные, в зависимости от вашей игры Количество призовых мест в данном случае — это ответ на вопрос, сколько человек выходит из группы Или все 8, или половина, или только 2 Все на ваше усмотрение Швейцарская система имеет схожие настройки